добрый день коля мог бы ты рассказать именно о событиях восемьдесят девятом году как-то первый раз поехали в ливерпуль с удовольствием да это было где-то в середине года в середине года раздался телефонный звонок и звонит никто иной как сева новгородцев известный всей россии дизжаке из bbc который ведет сева сева новгород город лондон bbc он вел рок программы музыкальные программы из лондона на россию сообщал нам новости у него был определенный час в этот час приемнику привлекали тысячи мальчишек попали по всей россии и вот этот сема новгородцев вдруг звонит мне вдруг потому что ни разу до этого а я его как бы уже знал мы с ним не были знакомы но по радиопрограммам которые я слушаю и по отзывам моих друзей он был как бы своим парнем был частью моей жизни и частью моей моей компании у меня было очень много знакомых в то время может быть тысячи миллионов я уже тогда сбился со счета вся россия была как бы перед нами благодаря музыке мы были мы были все вместе и вот сева говорит коля на западе идет компания в поддержку перестройки есть люди которые хотят пригласить какого-нибудь русского битлз фана рок-н-ролльного фана рок-н-ролль потому что они копают глубоко они копают те времена когда все начиналось они хотят пригласить за свой счет съездить на родину битлов и на родину элвиса пресли короля рок-н-ролла я фонарел сразу я так выдохнул и вдохнул нифига себе конечно естественно я ему ответил что я согласен и что я должен сделать для этого на следующий день он мне говорит жди звонка на следующий день звонит мне никто иной как президент элвис пресли фан клуба из лондона сид шо и мы с ним закорешились сразу я я всегда любил элвиса я чудо битлов элвиса услышал году не знаю там уже 61 я уже слушал пленки на костях пленки на костях как мы говорили мальчишки то есть пленки на рентгеновских снимках отпечатанные спрессованные специальный станок и на нем деловые мужики петербурга отпечатали рок-н-роллы битлов группы блатняк все подряд все что все что хорошо продавалось вот так я закорешился с сидом шоу и он мне сказал все Коля ты мне понравился сделал мне комплимент он мне спросил кое-что о музыке конечно я ему все ответил я не только люблю но еще и знаю очень хорошо музыку в том числе прежде всего в кос битлов элвиса я знаю вдоль и поперек ап и да и он мне сказал жди меня я скоро приеду и он летом приехал в петербург посмотреть на меня проверить правду ли я ему говорил он побывал у меня посмотрел на моих гостей поучаствовал в наших концертах я устроил в честь него в честь его появления это было по моему в августе до восемьдесят девятого года я устроил специальный концерт для посланника рок-н-ролла из лондона повторяю он держал наверное сейчас еще держат содержат элвис пресли фан клуб в лондоне и как раз он то и провел вот эту операцию под названием элвисность преслинность как он ее называл по приглашению Васи Колина в Англию и в Америку и вот он приехал я ему представил помню Майка Науменко моего милейшего дружка того времени Костю Кинчева моего не менее милейшего и не менее дружка и в Сиду Шо все понравилось он говорит мне нравится рок-н-ролльная Россия мы с ним гуляли много по городу мы ходили на концерты и Костя Кинчев выступал на нашем концерте Майк все время с нами был мы все время пили вино говорили о музыке я перезнакомил этого Сиду Шоу со всеми своими друзьями в то время мой дом ломился от друзей и от всяких яств и от музыки и это был хороший хороший момент хороший период в моей жизни и вот Сид Шоу сказал что он все начинает оформлять от визы в Англию и в Америку и вплоть до моего пребывания все представил мне весь план поездки и для меня просто начался какой-то такой райский период жизни что ли я был как маленький мальчик с мамой и с папой все обо мне заботились все меня любили все мне делали подарки все меня куда-то везли и пытались меня чем-то обрадовать это было колоссально сплошной праздник был днем и ночью беспрерывно более двух недель по-моему двадцать дней это моя поездка в Англию и Америку продолжалась и двадцать дней слились вообще в один момент жизни праздничный кайфовый атомный я притащил когда я возвращался после двадцати дней в Англии в Америку я притащил два чемодана кайфов это прежде всего книги о рок-н-ролле о битлах и прежде всего конечно об Элвисе я притащил сто двадцать дисков в то время еще CD не было может быть и было но для меня еще это не дошло CD насколько я понимаю появились в году восемьдесят пятом восемьдесят седьмом а это был восемьдесят девятый год то есть сидичная компания еще не разогналась и я привез сто двадцать дисков Элвиса и битлов ну тех которых у меня не было моя коллекция здорово пополнилась вот они все здесь ну часть конечно за эти за эти тридцать лет украли всякие гопники всякие гости нечистоплотные ну кое-что у меня у меня осталось у меня сейчас до сих пор шестьдесят дисков Элвиса только одного Элвиса шестьдесят дисков и около тысячи дисков битвов то есть все 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 домашние записи концертные студийные сборные всякие диски всякие там не знаю дареные песни все это у меня есть я очень много притащил тогда очень много сувениров очень много одежды рок-н-ролли из Америки из Англии я до сих пор вспоминаю эту поездку как они один из лучших моментов жизни и тогда уже вот тогда у меня как раз и появилась идея храма вот то что вы видите то что вы знаете вот этот офис он стал как бы итогом этой поездки я увидел как в Англии в Америке любят битвов и Элвиса как много у них фанов как люди чтут вообще каждый шаг Битлз как они на каждом доме где битвы были или выступали в залах везде висят доски памятные и любовь тотальная я например шел по улицам Мемфиса как-то и бесперывно ко мне подходили люди и говорили о ты хороший посол рок-н-ролла мы вчера тебя видели по телевидению о ты там типа того что врубаешься и ты ты там молодец и так далее в общем у меня наслушался много комплиментов и я обошел весь Мемфис даже побывал в Лас-Вегасе побывал в Нэшвилле столице Канта Америки и еще много где побывал в Тюпелла я был в городе где родился в Далласе я был и везде что-то происходило бесперывно что-то постоянно происходило я был я был вообще я мог взорваться столько впечатлений было столько музыки я постоянно где-то выступал пел в Мемфистон и Си стоя один раз где бы я ни был куда бы мы не заходили попить пиво или в какой-нибудь там ресторан пообедать я обязательно присоединялся к бенду который играл на сцене и я пел бы с ними вместе Лондонсонс информейшн give me Мемфистон и Си help me find the party try to get in touch with me я эти слова запомнил на всю жизнь Мемфистон и Си Чако Берри который недавно ушел в мир иной эту вещь пел Элвис эту вещь пел Джон Леннон и вещь эту пел я в Америке Евангелие сто и один раз повторяю то есть так часто что уже дальше было дальше было некуда ну вот тем не менее я вот еще спел для вас сегодня эта вещь и еще может быть завтра спою для кого-нибудь кто захочет это услышать ты же много раз был в Ливерпуле я был в Ливерпуле одиннадцать раз в Мемфисе я был один раз но в Нью-Йорке я был два раза это были тоже великие поездки каждая поездка в Ливерпуль отмечена у меня отдельным альбомом который стоит за моей спиной любой визит в Ливерпуль кончался тем что я собирал каждую буквочку каждую ноточку каждую капельку каждую бумажечку или статейку о моем визите в Ливерпуле вклеивал в отдельную папочку или альбом или книжечку и вот у меня одиннадцать книжек о Ливерпуле есть все где бы я ни был я все это все билеты на концерты я вклеивал я сохранял их и вклеил свои альбомы кстати мы очень много беседовали о Джоне и о Поль Маккартни и о Ринго Стар а вот о Харрисоне Джордж Харрисон расскажи побольше о нем я всех битл люблю на самом деле хотя Джон Леннон мой гуру и Дэдди единственный в мире человек но тем не менее я люблю всех битл все битлы для меня отцы Эллиса я почитаю символически из-за моего дедушку а битлов я почитаю как своих отцов ангел-хранители конечно ангел-хранители они помогают мне спасаться здесь такое старинное русское слово спасаться ну как Коля ты спасаешься да я спасаюсь ребят я до сих пор жив несмотря на то что я 50 60 лет все время на черном рынке Санкт-Петербурга скажем так шустрю как бы развиваю деятельность подпольную скажу но тем не менее я остался жив меня это радует и я поздравляю сам себя и всех тех кто хочет услышать эти поздравления поэтому я благодарю Бога за все что со мной случилось это музыка главная часть моей жизни собственно музыка это сам весь я и Джордж Харрисон как ты изволил мне спросить один из величайших людей и моих духовных отцов и Джордж Харрисон один из милейших людей которые вошли в мою душу и мою кровь и кость и которые стали вечными вечными я всегда любуюсь вот вы видите тысячи фотографий битвов и четверть из них Джордж Харрисон Джордж Харрисон стал чем-то особенным чем-то особенным восхитительным и как бы чудом таком то что вот неужели такое бывает вот это да это Джордж Джордж это нечто даже отличное от битвов если Джон Леннон это создатель битвов то Джордж пришел третьим в группу его привел Поль Маккартни познакомить с Джоном Джордж стал пришельцем Джордж стал позже как бы форестменом форестмен у него есть такая вещь форестмен это Джордж Харрисон он пришел к нам с востока и он обогатил нашу жизнь и дал такое что не как бы не подвергается ни сомнению ни анализу это чудо и по моему храмовому завету Джордж из Мирикл Джордж это чудо нашего времени и мое личное я как бы сам открыл для себя Джорджа может быть Джордж сам для себя меня открыл но я придерживаюсь мнения что все таки не гуру выбирают своих учеников а ученики выбирают гуру я выбрал я выбрал Джорджа я выбрал Джона и поля они научили меня любить и слушать музыку врубаться и рассекать и кайфовать конечно это высшая форма кайфа строить храм для битлов для Джона для Джорджа и для Паши и для Ичи поэтому для меня храм это прежде всего общение с битлами прежде всего мечта увидеть их в этом храме чтобы они вернулись к нам все четверо приехали в Россию на открытие этого храма вот как я мечтаю вот как я думаю иногда и как я надеюсь и будет будет в реальности и Джордж Хэррисон все его песни от Дуи Вон Тонова Secret безусловно от Cry for a Shadow от его инструментальные вещи до его отличного альбома Brain Bosch до любой до любой песни Джорджа я подсчитал сам подсчитал я нигде это не не прочитал потому что или не попадало мне под руку или никто не подсчитал кроме меня но Джорджа нам оставил 174 песни и все они у меня есть все 14 дисков Джорджа стоят на моих полках потому что я люблю Джорджа и я хочу о нем иметь все я сделал сольный альбом Джорджа свой рукодельный альбом я его называю семейным альбом где вся история жизни Джорджа все только его фотографии все вырезки о нем рисунки моих друзей и мои собственные конечно я нарисовал Джорджа и вклеил в этот альбом вся жизнь Джорджа от 43 года Ливерпуля до сегодняшнего времени вся есть в этом альбоме этот альбом так и называется мир Джорджа Харрисона имеется ввиду конечно Ливерпуля для матери из Джорджа но я немножко здесь как бы так запросто как своего друга и своего гуру гуру ведь может быть и другом гуру может быть и отцом может быть и богом может быть просто братом твоим другом поэтому Джордж для меня скорее скорее любимый музыкант и друг и я как бы сказал Джорджу Джорджик я бы все таки назвал твой альбом не living in the material а living in the spiritual и поэтому свой альбом от Джорджа сольный вот типа этого альбома о русском роке типа альбома о Джоне который вот за моей спиной стоит который весит 13 килограмм это труд всей моей жизни я его делал 10 лет этот альбом Джона он весит 13 килограмм и в нем 900 заметок о Джоне из прессы всего мира от шведских заметок до Аргентины до Южной Африки все проходило через черный рынок Санкт-Петербурга и ни одна от меня не ускользала я ее у меня всегда были с собой ножницы я всегда где-нибудь что-нибудь вырезал и вклеивал в этот альбом и во все остальные альбомы вот так вот вот так я люблю Джорджа и я его слушаю каждый день так же как и битлы а как битлы повлияли на развитие рок-музыки в Питере и в других городах они создали все битлы создали все хотя я и слушал в 70-е и 60-е годы все группы я очень любил «Свингинг Блю Джинс» это шикарная команда из Ливерпуля я слушал много «Роллинг Стоунс» я их может быть не любил эта группа немножко для меня жестковата она не стала родной она в душу не вошла но я их слушал много «I'm a King Bee» например я до сих пор помню «Tell Me» помню такая вещь была конечно «Садисфекшн» неплохая вещица но я их слушал не так много как «Ливерпульские группы» допустим «Кридлс» я очень любил я слушал «Дорс» одно время очень много «Димми Хендриса» я обожал его гитара его техника меня просто обескораживала я открывал рот и снова сматывал это и снова как можно так играть так быстро и так красиво а «Пин Флойд» я очень много слушал «Пин Флойд» я обожал «Пин Флойд» у меня были все альбомы записи на катушках сами альбомы не так было просто не так было у меня много денег купить на черном рынке все что я хотел но вот тем не менее «Пин Флойд» я любил я их постоянно играл «Лид Зеппелин» я очень любил четвертый альбом помню я постоянно крутил и на «Ржевке» и здесь на «Пушкинской» когда я переехал но самой моей командой постоянно любимой оставались битвы битвы как бы были непостижимыми они до сих пор были непостижимыми мой храм это как бы для меня итог это как бы конец жизненного пути да именно так когда я построю храм я успокоюсь я уже я буду только кайфовать я уже ничего не буду делать я буду лежать на теплом полу храма а там будет именно теплый пол и врубать этот арт саунд который будет в храме я буду плакать от счастья и лежать и кайфовать и врубаться и рассекаться и меня уже ничего не будет после этого интереса если сейчас я до сих пор вожделенно бросаюсь на каждый новый журнал Моджо или Роллин Стоун где есть про битл статья или фотография то я думаю что когда я построю храм я успокоюсь немножко расскажи о 60-70-х годах в питерских группах которые многие не знают с удовольствием с удовольствием когда битлы появились в моей жизни почти одновременно с некоторым так сказать отставанием с легким совсем совсем немного может быть год может быть полтора года я жил без наших групп как примерно да в 65-м как в конце 65-го года вдруг меня понесло по всяким танцам по всяким институтам я начал бегать слушать наши группы прежде всего органастов была великая группа военмехи военмеханический институт как ни странно в такой вот цитадели совка где везде там чуть ли не колючая проволока все войной попахивает появились по-моему пять команд которые играли битлов и рок-н-ролл играли стоунс играли animals house of the desert sun была очень популярна и тогда вот там и там же появились появились группы фламинго там появились группы группа фавориты вот эти группы их было довольно много в каждом институте в каждой школе почти в каждом доме где были где жили молодые ребята подростки лет 15-20 везде звучало рок-н-ролл везде кто-то ставил пластинки мастерил колонки делал гитары играл на гитарах на акустических мистерических весь Санкт-Петербург как бы поднял музыку на такой уровень что она вошла в жизнь она была слышна каждый день повсюду потому что везде была молодежь повторяю которая тащила пластинки наклеивала где-то постеры на свои стены и везде шла борьба борьба шла с соседями с ментами с дураками за музыку везде раздавались крики Коля сделай потише это мои родители или мои родственники там всегда мне делали замечания сделай потише эти слова вошли в мое подсознание я сделал потише я не был маньяком я понимал их но потом я снова сделал погромче вот чем был смысл в моей жизни я делал если хотите пожалуйста я сделаю потише но когда вы идете на работу или в булочную я сделаю погромче вот так я жил примерно лет 10-20 и потом началась перестройка и я переехал из Соржевки с окраины Петербурга я переехал сюда и начался новый уровень музыки новый уровень общения и кайфа и я начал общаться у меня сменилось совершенно общество моих друзей моя компания изменилась если на Ржевке ко мне приходили местные ребята крестьяне как бы местные с которыми я ходил грибы собирать на велосипедах катался кроме того что мы конечно обменивались музыкой крутили катушки там каждый день здесь у меня стала уже компания музыкантов в основном все пришли ко мне в гости аквариум Костя Кинчев Майк Науменко Миша Борзыкин все посещали меня очень часто почти каждый день мы пировали слушали музыку обменивались мнениями радовались жизни восхищались вообще перестройкой все были поражены что совок сдуло как ветром сдуло мы думали что это на всю жизнь а тут вдруг такая самобода все были восхищены этим моментом и все началось я повторяю в 65 году я услышал первые группы в наших школах институты где у меня были знакомы меня все приглашали в Юки помню я ездил в Юках это пригород Петербурга там был какой-то сельский клуб и там все время играли группы наши питерские я все время каждую субботу я ехал в Юки послушать рок-н-ролльные команды это были обыкновенные танцы но группы играли очень прилично мне всегда нравились питерские группы их любовь к стандартам к хитам они играли всегда лучшие вещи битл допустим I feel fine или рок-н-ролл music all my loving Lucy in the sky with diamonds я слушал в нашем исполнении в нашем русском русском исполнении нет не на русском языке безусловно наши ребята все пели по-английски я даже не помню чтобы кто-нибудь переводил песни битл но то что они пели мне очень нравился очень хорошая была команда лесные братья я рекомендую всем где-нибудь достать может быть в интернете можно достать команду лесные братья это был колоссальный коллектив это была действительно команда сплоченная команда братьев в музыке они так себя и назвали что они вышли из леса как лесные братья они были едины они были мастерами своего дела они блестяще пели они пели кроме битлз и рей чар запомню Unchain My Heart они пели Rolling Stones какую-то вещь они пели Энинос какую-то вещь они много пели музыки но в основном у них были битвы и ради этого я их преследовал по всем кафе города они выступали я везде был их зрителем их слушателем их другом я всегда чинно любезно потихонечку подваливал к ним здоровался с ними благодарил их и спрашивал а когда у вас следующее выступление где вы будете играть на танцах там или там на каком-нибудь событии там свадьбе не знаю что там происходило они всегда сообщали я всегда приезжал а вот с появлением рок-клуба в 81 году ой 81 год вообще был их стазным годом в рок-клубе была колоссальная атмосфера тем более что это было рядом со мной я повторяю я переехал с Оржевки на Пушкинскую а рок-клуб на Рубинштейна был то есть 10 минут хода и я попадал в атмосферу друзей в атмосферу рок-н-ролльной тусовки где все все знают все друг друга уважают любят где вино пью льется рекой где музыка звучит нон-стоп где все время происходят хорошие концерты я не пропускал ни одного концерта ни Костя Кинчева Костя Кинчев появился в году в 83 а рок-клуб открылся в 81 в 81 году просто еще как бы люди обнюхивались люди знакомились и начинали только въезжать в атмосферу рок-клуба а начиная с 83 года с 85 уже пошли атомные концерты я был я был в восторге мне нравились все и Машина Времени и Машина Времени Машина Времени Пардон была еще до до рок-клуба понравились и Аквариум и Майк Науменко и странные игры в 83 году тоже появились они Костя Кинчев вообще блистал шоумен такого еще не было в русском роке шоу которое устраивало Костя вообще было цепенящим все были в восторге от Костя он просто молодец был но в рок-клубе было вообще около 500 групп записано там и тихий омут и кино и очень много нет я должен сказать что очень много было слабых групп которые я не слушал конечно я помню что я ходил только на избранные концерты я все подряд не слушал а если я попадал на какие-то неинтересные группы я просто уходил и все я послушаю минут 5-10 и я вижу что это не то не могут ребята еще рано им лезть на сцену и я уходил на самом деле хотя там и числилось 500-500 групп но слушать можно было на мой взгляд только 5-7 групп я конечно ходил на Курехина поп-механику это было всегда весело это был всегда цирк музыки это было клевое это было необычно это действительно была свобода попахивала свобода и его блестящим фоно он блестяще играл на пиано и иногда он играл там кусочки были инструментальные его мне они очень нравились он играл с аквариумом он тоже с тапочки его были тоже блестящие всегда его пластиночки тоже я слушал одно время а ДДТ Шевчук ДДТ Шевчук они появились позже позже я их даже как-то и не помню уже я помню Шевчук появился ну такая хорошая музыка но она мне не запомнилась я их я их не слушал у меня даже пластины Шевчука не было как-то я не проникся Высоцкого я любил Высоцкий шел параллельно рок-клубу для меня он появился еще до безусловного рок-клуба где-то году может быть в семьдесят пятом в середине семидесятых я впервые услышал хорошие записи Высоцкого сделанные в Париже в Торонто в Нью-Йорке это были на западном уровне качественные записи с его хитами натянутый канат это все меня просто поглощало я был в восторге а ты делал альбом по Высоцкому по Высоцкому я сделал альбом да я сделал даже альбом с его фотографиями как это я любил о машине времени я сделал альбом вот и потом у меня есть еще один вот такой же альбом о наших современных группах вот то что называется рок-клубом и ну это просто громадный такой альбом да вот это это начало вот этот альбом это начало русского рока это примерно начиная с шестьдесят пятого года первая группа которую я считаю начала играть рок и рок-н-ролл в Петербурге это была группа Авангард вторая группа это Лесные Братья они обе появились в конце шестьдесят пятого года в шестьдесят пятом году они уже распустили крылья и летали над Петербургом везде появлялись все о них разговаривали потом появились органавты блестящая совершенно группа которые пели на голосах как битлы очень красиво пели и делали в основном вещи битлз во многих странах отмечено есть памятник Джона Леннону есть площади названы по-моему вот в Барселоне да в Барселоне я был в прошлом году я был на площади Джона Ленны плаца да Джон Леннон она называется такая висит доска железная на ней написана белая черными буквами плаца по-испански да Джон Леннон и ниже висит огромная сидишка такая диаметра может быть метр полтора и на ней написано там еще что-то какие-то по-испански слова про Джона мне было очень приятно там погулять вот потом в Чили ты говорил что даже в Чили есть памятник Джону где Джон стоит на педистаре с гитарой в полный рост в Варшаве есть улица Джона Леннона я сделал улицу Джона Леннона в Петербурге вертикальная есть и на мире вертикальная улица Джона Леннона и гипсовые Борелев и Битл мы сделали со Степаном Макроусловым профессионалом скульптором сделали Елс и Мариин памятник тоже на моей стене здесь в Петербурге которая в общем-то народ чтит народ постоянно приходит здесь ну а вот тут здесь еще картины художников и вот с левой стороны в моем офисе вот здесь 10 моих любимых картин моих друзей питерских художников всего у меня в коллекции около 70 картин Битл не только картин но и поделок из дерева из металла из глины пластилина просто детские каракули с желтым цветом ялосом Мариин нам нарисовано десятки раз и все это ждет своего часа появится в храме Джона Леннона который по некоторым данным по некоторым предсказаниям должен появиться в Петербурге построиться в Петербурге в двадцатом году то есть на самом деле ждать совсем недолго два-три года еще и мы будем иметь такое же постоянное место в ссоре не такое же а другое безусловно как рок-клуб и рок-храм где основой будут битлы но там на самом деле будет все я думаю что даже пушкинское действие туда переедет этот дом будет отдан там каким-нибудь там жителям Петербурга а мы все переедем в устье реки Смоленки где самим богом предназначено место для храма ибо там в устье Смоленки шикарнейший остров на берегу залива и он по форме и по габаритам он как раз подходит к нашему храму этот остров 70 на 70 метров как раз такое основание у нашего храма 70 на 70 метров храм будет высотой 90 метров там будет 9 этажей у каждого этажа будет свое предназначение один этаж будет тихой музыки другой громкой музыки один будет музеем третий будет для хорового пения четвертый будет там ну каждый этаж будет наверное посвящен конкретному битлз там будет отдельно первый этаж будет безусловно концертный там будет сцена и там будут как бы сидячие и лежачие места как я уже сказал пол будет в храме в основании храма теплый люди смогут полежать на этом полу послушать музыку вот есть пить мы не будем в храме сразу предупреждают ну по крайней мере мне так сейчас хочется будет что-то типа просада в храме если ты очень проголодался если ты целый день слушаешь музыку кайфуешь и не хочешь никуда не уходить ты конечно получишь кусочек просада и ложечку храмового напитка скажем так temple drink это будет определенная градусное вино приготовленное специально для вруба для того чтобы ты смог это будет маленькая тебе help маленький супер для того чтобы ты немножко абстрагировался и врубился и как бы понял что происходит чтобы ты немножко переключился как бы включил другую кнопочку нажал бы ее сам но для этого надо ложечку храмового напитка любить вот так будет храм ведь каждый год отмечается день рождения джона леннона да 71 года я отмечаю лично я с моими друзьями которые не переводятся пока мы отмечаем день рождения джона как нашего гуру как нашего как наш праздник номер один храмовый как основателю как ангелу и нашему любимому гуру это 9 октября 9 октября уже 71 года мы каждый год отмечаем день рождения джона концерта в том году был блестящий концерт благодаря группе и надо сайт есть в петербурге всем рекомендую желающим послушать группу и надо сайт они блестящий битл сделают мне не стыдно было бы с ними съездить в нью-йорк или в оливерпуль на фестиваль битлз они бы там заткнули бы за пояс все эти бразильские или японские или финские группы спасибо большое спасибо Продолжение следует...